Я считаю, что на каком-то этапе знания ты остановишься и уже расти не будешь, если ты их в голове не систематизируешь. А для того, чтобы в голове систематизировать и выстроить правильно знания, самый хороший вариант – это сделать лекцию, а ещё лучше написать книгу. Я почти перестал делать статьи, но я пишу книги, у меня их 29, по-моему, уже. И вот когда ты пишешь, ты заново поднимаешь всю литературу, заново осмысливаешь. И, к моему сожалению, бывает нередко, что результаты меняют твоё мнение о том, что ты делал. Ты считал, что всё ты делал правильно, а когда объективно поднял всю литературу мировую, выясняется, что ты, собственно говоря, не совсем то делал. Но самый хороший пример – я всю жизнь сделал пластику Нисона, да, в депликации, всю жизнь. На 21-м году вышла настолько фундаментальная работа, когда показали 15-летние результаты и показали, что нет разницы между Нисоном и Тупе. Вообще разница вся только в первом годе. Причём это настолько доказательно, что весь мир начал пересматривать идею. Сейчас Нисон и Тупе равновесные операции, только надо регулировать показания. К одной и ко второй. Нельзя операции говорить, что вот это лучше, это хуже. Это не так. И всё, я всю жизнь говорил, что Нисон имеет превосходство. Оказалось, я не прав. Продолжение следует...